Пойдем к УЗИСТу, затем к врачу и будем принимать решение, что же нам делать. Какие губки шлёденькие! Если мы спасаем тебя, то ребенка можно доставать. Или сейчас в больницу ложиться? Нечего ждать, надо делать кисрик. Сказать, что я расстроилась, ничего не сказать. Всем привет, я Эли Ди, со мной Кирилл. Привет. Я сейчас еле сдерживаю слезы, потому что мы едем сейчас к врачу. У меня пришли анализы повышенные, больше чем в 10 раз от нормы. И все это, блин, очень плохо. Я даже не знаю, какое решение мы сейчас примем с врачом. Сначала мне сделают УЗИ, посмотрят, как там малыш. У меня сейчас 37-ая неделя беременности, а потом будем уже принимать решение, как нам поступать. Подписывайся на канал, я сейчас расскажу все подробнее. Что же произошло? Несколько дней назад я сдала свои привычные анализы. И оказалось, что у меня был повышен такой анализ, как АСТ, АЛТ. Это печеночные ферменты. Они у меня были повышены, ну, примерно в 3 раза. Там референсное значение до 30, у меня было 100 с небольшим. Ну, как бы мне назначили лечение, ну, такое, которое можно беременным. Как вы понимаете, беременным много чего нельзя. Поэтому оно такое лайтовое в любом случае. Я даже ходила на ИГУ-угалывание. Вот, это вы можете посмотреть в моем инстаграме. У меня там кружочек есть, Беременяж называется. Я там собираюсь в сторисы, связанные с моими походами какими-то такими интересными в беременность к врачам. Вот, можете там посмотреть. Ссылка на мой инстаграм в описании под видео. Так вот, и мне сказали пересдать анализы. Еще разок вот прошло 5 дней. Я пересдала. Сегодня приходят анализы. У меня АСТ, АЛТ, я напомню, в прошлый раз были 100. Сейчас 450. Это очень плохо. Это называется у беременных, я так понимаю, холестазом. И это все приводит к тому, что помочь, как бы, разрешить эту ситуацию может только кесарево сечение. Ну, то есть, если роды не начались. А у меня они не начались. У меня 37-ая неделя. Ребенок считается доношенным. Но он вполне может проходить и просидеть в животике и до 40. Это 42-х недель. Особенно, если беременность первая. А она у меня первая. Короче, мы сейчас пойдем к УЗИсту, затем к врачу и будем принимать решение, что же нам делать. Очень боюсь услышать, что надо ложиться в больницу. Ну вот, мы пришли в наш любимый центр традиционного акушерства, к Верочке Владимировне на УЗИ. Здравствуйте. И сейчас посмотрим, как там наш малыш поживает на 37-й неделе. У нас сейчас такие плохие анализы. Я знаю, я в Курсе. Все комментарии я вам позже, пока мы посмотрим. И мы сегодня будем смотреть и мамочку, и малыша. Какой большой малыш. Ну что? Мне кажется, он уже больше чем ты верит. Ой, ну ладно меня пугать, я и так запугана. Я понимаю ваше желание, вы хотите его быстрее увидеть, но он уже настолько вырос, что не помещается целиком на экране. Сейчас вы видите только голову. И как он очень плотно там сидит к шейке или нет головкой? Пока нет. То есть он еще не опустился там? Да, да. Так не ушел? Нет. Его и там неплохо кормят, как в пятизвездочном отеле. Ну вот. Малыш, давай уже мамочку надо спасать. Какой пухленький. Ой, как заплясал в животе. Это была секундная фотосессия. Обалдеть, Кирилл. Вот это вот лицо прям. Мы его никогда не видели. Он прям провернулся. Портретный фото. Вообще. Я могу немножко покрутить. Молоденько. Кажется, ты на меня похож. Слушай, вполне возможно. Ну да. Что-то такое вот. Твои глаза, мне кажется, Кирилл. Разрез глаз. Какие губки шлетенькие. Сыночек, привет. Как ты нам позируешь? Молодец какой. Мы тебя снимаем. 3200 уже есть у вас. 3200, Кирилл. Он богатырь. Да, на 37 недель. Нормальная кольная животика. Легкие у него тоже уже зрелые. На 37 недель совершенно зрелый малыш. Почему они тогда не рождаются на 37 неделе? У них еще не все так созревает быстро. Нервная система созревает лучше. Поэтому легким немножечко надо обрасти. Сурфактантом побольше. Хотя, в принципе, у вашего малыша достаточно хорошее. Многие уже рождают таких деток. Чувствуешь себя хорошо? Чешусь только. Вчера плохо спала. И сплю очень плохо. Прям кошмар и ужас. Я объясняю, потому что здесь у меня, наверное, подскочил и билирубин. У меня билирубин 19. Пока она в пределах нормы. Там прямой ее подскочил. Да, фракция прямая чуть выше, а не прямой в норме. Все равно не очень хорошо. Это же такси для... Если честно, мы таких уже разрешаем. Вкусно, да? Да я тоже уже почитала. Что единственное спасение, это поскорее родить. Да, поскорее родить. Я вот честно обеспокоена, не надо вас. Я сейчас смотрю, малыш, он зрелый. И это очень хорошо, потому что я специально легким посмотрела. Потому что если что, или если мы спасаем тебя, то ребенка можно доставать. Он хороший. Ну, кажется, не торопится, он бы еще посидел. Но мамочке на организм не всегда способен справиться. Теперь чувствую печень. Угу. Она вообще там где-то есть. Сплющена. Так, у нас здесь холестаз. У нас задавлен желчный. Вообще не отходит желчный. Это может быть ты еще и голодная. Я поела позавтракал кашу, там творог. Если прошло уже более 4 часов, то он уже накопился опять. Вот это вот тоже причина может быть. Угу. То есть там уже взвеси, да, конкретные? Нет, взвесей нет. Но у нас идет диффузное изменение по печени. Угу. Увеличено или что? Угу. Мамы и ребенка, это же поэтому. Меня радует отдохнуть 37 недель. Это вполне доношенный ребеночек, да. Вполне доношенный, хороший. У вас хороший вес, у вас хороший рост. Легкие, зрелые. Мамочка немножко расстроена, но мамочки всегда расстроены. Ну да. Они расстроены, что родов до сих пор нет. Потом они расстроены, что роды уже начались. Ну и так далее. Так, ребят, значит, что получается? Нагрузка на печень пошла двойная. Угу. То есть поэтому вот такая вот картинка. То есть получается, что картинка по анализам намного хуже, чем картинка естественная жизненная. Угу. Анализы здесь нам нужны больше из прогностических соображений. То есть мы знаем, что да, конечно, надо там класть, надо смотреть, надо прокапывать, это точно. Немножко, конечно, есть осек плаценты, и главное, что есть расширение менталистических пространств. В данном случае, ребят, это, ну, тоже нехватка магния и отек естественные. Смотрим, как всегда, по более худшему показателю. По более худшему показателю это АЛТ, который сейчас 400 там с чем-то. Да, что. Если, вот, после прокапывания, после всего он будет повышаться, нечего ждать, надо делать кислый. Если он будет уменьшаться и все, ничего, спокойненько, как говорится, понижаем АЛТ и спокойно живем дальше в наше время. Холестаз беременных и вообще гепатоз беременных бывает очень часто. То есть намного чаще, чем мы даже видим это клинически. Потому что, может быть, вот так маточка расположена, немножко давит на печень, может быть. Желчеподящие пути. Они же из вертикального, нормального состояния. Во время беременности приходят горизонтальные. Поджимают вот так назад. Ну да, да, да. Потом, конечно, желчный отток нарушен здесь. Здесь тоже может быть. Ну и, может быть, активация жильбера был компенсирован, немножко докомпенсировалась. А что значит положить прокапаться? Да. Это как? Они вас положат, прокапывают и посмотрели, уменьшают страстами НАЗа или нет. То есть это никак нельзя дистанционно делать, да? Нет, это делать нельзя. А сколько это прокапывать? Никто не знает, да? За один день доктор примет точное решение, как он будет сегодня. А, ну то есть там будет какая-то картина видна? Абсолютно точно, понятно. Это в час, то есть на основании анализа, какие-то, допустим, анализы, и печень, и УЗИ, доктор еще раз пересмотрит плаценту, скажет лучше, кушать, что там за день стало, и будет вопрос, как чего лучше. То есть он примет решение, кесарь бы или еще похоже? Ну да, по-вашему самочувствию. То есть или сейчас в больницу ложится? Ребят, сейчас так, сегодня. Все это не критичного, ничего нет. Сегодня все это делаем, звоним доктору, и завтра с утра ложимся в больницу. Она вас смотрит, определяется, перездаем ее, на голодный желудок едем, перездаем ее от ДСТ. Она вас еще раз смотрит и определяется с тактикой. Скорее всего, прокапывать и присмотреть ее от СТЛНТ еще разочек. Вот если я буду делать, это как бы под общим или это так, наполовину? Эпидуральное. Ну, наполовину, короче. То есть вы будете в сознание, будете все знать, акушерка будет с вами стоять. Приложить к груди, может. Приложить к груди, все вам расскажут. Ну, это полбеды. Все равно мягко обойдемся. Ну да, это мягко. То есть вы будете в сознании совершенно, будете разговаривать, все это означает. Там они только на зашивании шва дают чуть-чуть успокоительного, ну, чтобы просто в себя прийти. Ну, пожалуйста. Ребятки, пульс немножко чистит, как можно больше стоим на четыре. Такой еще вопрос. А надо как-то вот прям соблюдать какую-то диету, потому что там печень, там, не жареная нельзя? Ребят, мне кажется, лучше без жареного однозначно. Лучше без жареного. А то сейчас Макдак поесть. Не надо, Макдак поесть, да? И сейчас пока в печеночке тяжело этот период, то возможности. Это не по беременности, это по печени. Скоро можно будет, все можно скоро. Осталось настолько мало, что там обездашься. Так главное, не переживай. Это вообще сейчас лишнее. В любом случае, пожалуйста, чтобы дотан не сказал, чтобы дотан не изменился, пожалуйста, мне пишите. Угу, информация. Завтра мы все дома, и все спокойненько все ответим. Сказать, что я расстроилась, ничего не сказать. Коротко говоря, врач сказал, что надо бы лечь сначала в больницу, прокапаться, убрать интоксикацию печени. Я так поняла. А потом уже принимать решение относительно того, какая будет динамика. Будет ли хуже, будет ли лучше, будет ли так же. Если будет так же или хуже, я так понимаю, что буду делать кесарево сечение. А если будет лучше, то, наверное, меня отпустят донашивать дальше срок. Все равно мы все снимем, все расскажем. Поэтому подписывайтесь на канал. Увидимся в новых роликах. Пока.